Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения военного директора магнитки Григория Ивановича Носова. Он возглавлял Магнитогорский металлургический комбинат с 1940 по 1951 год. Самое сложное для страны и самого предприятия время. При Григории Ивановича Носове были построены 5-я и 6-я доменные печи, 4 коксовые батареи, 5 мартеновских печей, броневой стан, паровоздуходувная станция и множество специальных цехов. В музее ММК в честь юбилея легендарного директора открыта выставка, на которой можно увидеть уникальные документы военных лет, редкие фотографии и личные вещи Григория Ивановича. Советский инженер-металлург Григорий Иванович Носов возглавил Магнитогорский металлургический комбинат в 1940 году. Назначая его на пост директора крупнейшего металлургического предприятия СССР Иосиф Сталин, надеялся улучшить положение на ММК, которое в те времена было очень тяжелым. Григорий Иванович начал с массовых субботников, привел в порядок территорию предприятия, создал производственный отдел, наладив тем самым связь и взаимодействие между отдельными подразделениями ММК, действующее и по сей день. Григорий Носов, прекрасный хозяйственник, особенно беспокоился о рабочих. Именно при Носове при всех столовых появились небольшие откормочные хозяйства, где разводили свиней, а на одной из окраин Магнитогорска появился целый квартал свинарников, чтобы как-то поддерживать людей в городе. Для того, чтобы у металлургов были витамины, был заложен фруктово-ягодный сад тоже с подачи Носова. На годы директорства Григория Носова пришелся один из самых сложных периодов в истории нашей страны – Великая Отечественная война. Под руководством Григория Ивановича коллектив Магнитогорского металлургического комбината сделал невозможное, в считанные месяцы переориентировав производство на военные нужды. В том числе были освоены выплавка броневой стали в Мартыновских печах и прокатка броневого листа на обыкновенном блюминге. Григорий Иванович Носов стал родоначальником металлургической династии. По стопам отца пошли все четверо его сыновей, а также внуки военного директора. Его трудолюбие, уважительное отношение к человеку труда и любовь к порядку он воспитывал и в своих детях. Был такой случай, я прочла в книге, как на совещании к Носову из Челябинска направлялся один молодой человек, и он топтался на остановке в ожидании трамвая, переживал, что опоздает трамвай. И когда высказал свое предположение вслух, рабочие, которые стояли вместе с ним на остановке, были удивлены. Они спросили, ты разве не знаешь, как у нас ходит трамвай? Минута в минуту. А если трамвай задержится, уже через три минуты об этом будет сдать Носов. Григорий Носов ушел из жизни 7 августа 1951 года в возрасте 46 лет. Листок его перекидного календаря с этой датой – сегодня экспонат музея ММК. Хоронить военного директора собралось огромное количество людей. Авторитет Григория Ивановича Носова был непререкаем. Его ценили, уважали, любили. В память о Григории Носове в Магнитогорске названы технический университет и площадь перед центральным переходом. Юлия Никифорова, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН.